Всем привет, друзья! Ху, дошел до речки Прекрасная погода, весна Эти кадры, скорее всего, вы смотрите, когда наступил уже двухмесячный запрет на ловлю рыбы спиннингом Запрет, с которым я полностью не согласен Да, больше всего не согласна с ним рыба, потому что она не может не реститься в те установленные сроки, которые написали законодательством Рыба не рестится по погоде, по температуре воды Ну, не важно Сегодня вечером на реке Идеальная погода, штиль Солнце, все тает Снега, как можете видеть, еще достаточно прилично лежит До запрета еще есть время Я ничего не нарушаю Короче, взял с собой сегодня Солвер Зетрикс 762-417 Я думаю, вы помните мой ролик, когда я не так давно здесь поймал головлей Палка у меня была помощнее, поэтому взял я палку полегче сегодня Полайтовее Плюс она универсально подойдет под все задачи И причем она достаточно бюджетная по нынешним меркам в районе 6 с небольшим тысяч рублей Последний сезон я заканчиваю ловить на Москварике Дайва и Лекса Новый Компакт 4-х тысячник Шнур у меня 08PE Четырехжилка стоит Время 17.00 Сейчас включу GoPro Сегодня сделал приманок уже на головля Но если вдруг вы его не увидите, не удивляйтесь Весной речка непредсказуемая Может быть все что угодно Может вдруг заклюет судак Может вдруг заклюет жерех Кстати, я уже на днях его здесь ловил Был без камеры И по темноте меня порадовали Жереха Которые вот в светлое время не клевали А по темноте клюнули Я, кстати, вот Вот такую вот историю надел Это жерех Поэтому его погладим Разберем снасть Привяжем приманку И приступим к ловле Все самое интересное С комментариями вы, надеюсь, увидите Погнали! Так, ребят, без всяких застежек Без всяких поводков В этот раз я поумнее В том плане, что я сделал веса грузов и полегче Увидел, что вода сильно упала И сделал приманочки Небольшие Уже не на овсетнике А на двойнике В принципе, до того, как стемнеет На пару часов ловли Мне этого должно хватить Вот рудер И 5 грамм Солвер Сейчас настроим В принципе, фрикциончик настроен Приступим к ловле У меня на эксперименты с собой есть Вот такая коробочка И плюс еще коробка с вублерами В этой коробочке у меня лежат Всякая разная, небольшая Такая Тримудень Один вип Несколько колебалок Потому что Все весной может меняться И на что я планирую сейчас не работать Поэтому нужно быть готовым ко всему И иметь минимальный джентльменский набор В последнее время все очень много Про рыболовные приметы говорят Про первый заброс Поэтому я первый заброс Вот такой вот сделаю Лайфхак Как уйти От неведомого проклятия В который кто-то верит В какой-то Кто-то нет Так Вот теперь будет второй заброс По сути Ну и посмотрим Пока нету ничего Кидаем выход из этого приемка Вода ушла Мог и головы сместиться Мог вообще уйти Что-то было непонятное Не похоже на рыбу Но все-таки это была поклевка Ребят Потому что Хвостика на моем рудере Нету Придется поменять Не стал Менять приманку У меня несколько оснащенных было Просто привязал застежку Чтобы в избежание Подобного Ну явно кто-то прикусил Сейчас я прям совсем на мель кинул Сейчас я немножко не туда Сделал заброс Вот сейчас будет хорошо Продолжаем бить сектор Здесь чуть не та траектория И поклевки может и не быть Вообще попробуем В другую сторону Я решил подсместиться И поставить костмассер Потому что видел Несколько всплесков Достаточно далеко от берега Предварительно Что это именно Жерех Поэтому попробую сейчас Покачивать место нам отдохнуть Там джиговому Было несколько поклевок На джиг Есть ощущение Что это Какой-то окунь Или мелкий судачок Но больше на окунь Склоняюсь Потому что щиплет приманку Сейчас наверное Зону пробегусь С блесном С костмастером Ну костмастером Может что-то другое поставлю Костмастер как поисковик Достаточно прост под активную рыбу Если она есть Без каких-то ухищрений Обычная такая неспешная Равномерная проводка И просто сбросы Сейчас подул ветерок Которого не было Такого западного Чисто западного направления Вот Ну посмотрим Может оно и неправильно Вот это метание Туда-сюда Но У меня времени немного До того как стемнеет И хочется Охватить больше И попробовать С подхода Либо тут Либо там Поймать рыбу Пробежался с костмастером В таком быстром темпе По 3-5 забросов Но поклевок Нету Сейчас еще здесь Контрольно сделаю Несколько И наверное Вернусь все-таки к джигу Потому что на джиг Было пару контактов Рыба явно не успевала Возможно попробую Грузик с 5 грамм До 4 Облегчить Потому что Вода сильно упала А две поклевки Были явно Такие За хвостик Не знаю Кто это Окунь Веголавль Так балуется У них Бывает очень схожий Характер поклевок Когда они Начинают Чудить Ну как бы Не совсем активные Вот он Есть На паузе взял На костмастер Так Кто это у нас Ребята Это тот За кем мы ехали Только попался он Не на джиг А попался он На костмастер Тоже в ближней обратке Вот водичку скинули И вот он Вот он Боец невидимого фронта Смотрите как он Костмастер Под стать Свету плавников Ну что Первый есть Хи-хи-хи Супер Вот он Наш красноперый Красавец Ну что Давай Это Плыви Мой хороший Мой красивенький Хороший Давай Дом там Давай 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 Пока Давай Пока Весенняя ловля Белого хищника Она подразумевает Как бы Использование Трех основных Типов приманок Это Легкий джиг От трех до восьми грамм В зависимости от течения Реки В зависимости от тех обратных Которые мы ловим Чтобы приманка касалась Дна И фактически ловим Как окуня Просто на Банальный микроджиг В данном случае Лучше работают Кариатуры Вот такая как Несси Или рачок Темных цветов Чаще всего Небольшие Виброхвосты Типа там Не знаю Свингенпакта Двухдюймового Рудер Жарбейтс Маленькие Твистера То есть Вот такого набора Вполне себе Достаточно И приманка Размер где-то Два дюйма Прям мельчить Совсем не стоит Ну и ставить Большую приманку Тоже смысла нет Как бы И небольшая рыба И достаточно хорошего Размера рыба Попадается на эти Приманки Второй момент Должны быть Колебалки Это могут быть Маленькие Кастмастеры Маленькие Пилькеры Форелевые Колебалки Ловля ведется Также вблизи дна И подбирать Вес колебалки Под течение Но чаще всего Это колебалки Весом там От 3 И опять же Там До 8-10 грамм И жериха И голава Зачастую Эту всю историю любят Ну и третий вариант Это воблеры Мину Соответственно На голавля Они поменьше Там Легендарный Там 35 Ридж 46 На жериха Покрупнее Ну вот Касательно Нижней москварики Здесь могут Сработать абсолютно Разные воблеры Мину В том числе Белые Не боится Есть даже Воблеры 110 140 Размера Абсолютно Разные То есть Надо подбирать По месту ловли Но чаще всего Это мелководники Потому что Рыба выходит На перекаты Что формат Москварики Что формат Какой-то другой Речки Этот выпуск Вы смотрите В апреле И сейчас Пройдет Половодие И все это Будет актуально На всех тех Реках Где есть Белый хищник Обязательно Будем там Снимать Ну а сегодня Продолжаем Ловлю Пока еще Есть время Покидаю Там наверное Сейчас Колебалку Потом джика Как стемнеет Перейду на воблеры Ну и про воблеры Вам тоже расскажу Наверное Подытожить этот Сезон Москварики Можно И наверное Свой Наверное Хип парад Лучших воблеров Этого сезона Я вам Все таки Назову Я в общем то Считаю что Поклевки под берегом Это были все таки Головлины А не окуневые Потому что Смена На колебалку Привела к поклевке Сейчас я попробую Во первых Поставить креатуру Вот такую Несси На двойнике Где то я брал У меня тут Грузики были Специально взял Грузики полегче Потому что Воду скинули И он весь Встал в обратку Потому что Все поклевки Прямо недалеко От берега Они в обратке То есть Он не ушел Куда то На дальнюю дистанцию Он Остался здесь Сейчас я попробую Вход прокидать Потому что На входе Было несколько поклевок Вот Попробуем Вот на такую Половить Историю С 4 граммовым Грузиком Подстать Нижнему тесту Приманки Сейчас мы Эту канавку Обкидаем Возможно На Такую Закос Личинку Стрекозы Несси Жарбейс Он ее Так это Засосет Поуверенней Не попробуешь Не узнаешь В белого Это относится Это относится Кстати не только К москварике Это относится К весенней ловле Белого хищника Сейчас На абсолютно разных Рехах Есть Прямо Нападение Несси Сработало Узнать Мой бой Хвост пустые поклевки Облегчил груз И сразу поймал Судачка Несси 4 грамма Вольфрам Призер Так мы продолжаем Разговор Пока светло Ну вот В самой канаве Меня Огорчил Судачок В этот раз Они здесь Кстати под вечер Начинают всегда Появляться Некрупные Но он Как бы и взял Можно сказать В самом кратере Этой обратки В самой большой глубине Ну поклевка была Утинать И я думаю Вы все видели Все снимала Камера Прямо С таким ударом Он прям туда Все это дело Проглотил Если бы Я был бы Тут не один То можно было бы Как-то Распределиться И была какая-то Статистика Но поскольку Один Я чисто Одним типом Покидал Там несколько Завросов Вторым типом Ну вот кстати Касательно Солвера У меня сейчас 4 грамма Вольфрам Здесь дно Такой песочек Ну все Кончик Вообще Информативно Показывает Касание дна Удары Чувствуются Вообще Великолепно То есть Как бы С чуйкой Проблем у спиннинга Нет С сенсорикой Да Понятно Что в руку Особо не стучит Все чаще Визуально По кончику Спиннинга Но Вот 4 грамма Вообще Вообще Нормально Даже если бы Ветер был То я думаю Что все равно Все прекрасно Быть чувствовалось Короче универсальная Бюджетная палка Такая конечно Ну давайте Теперь Здесь где были Поклевки В начале Самой рыбалки Все таки Попробуем 4 грамма Инесси Покидать Да 4 грамма Сразу Вот казалось бы Грамм Да То есть я 5 грамм Работал А тут 4 И сразу Зависание Течением Начало подхватывать Приманку Она стала Висеть Дольше Друзья Ну что Вот Я разложил В принципе Здесь Чуть более Десятка воблеров Которые Я считаю На Нижней Москварике По Ловле Хищника В темное время Суток Ну являются Моими топами Они Из года в год Показывают результат И этот сезон Был не исключением Поэтому я Быстренько Пробегусь По каждой модели Потому что Всегда возникают Эти вопросы Какое лучше Что и как Просто Не взирая На какое место Такого не будет Прям хит парада Что вот там В этом сезоне На все ловил Каждый в своих условиях На своем участке Показывал результат При определенном уровне Воды Течения Но Так или иначе Все это работало Стандартная проводка Классическая Базовая равномерка Либо с элементами Твичинга Ну вот собственно Назову все эти модели Баздэй Могл Минул Он по моему 80 88 Да Суспендер Юзури 3D Флэткрэнк Ну Тут Че Называть Многие Хит парады Знают Томкэт 80 СП СР Эвергин Сайдстеп 95 Легендарный Воблер Лайтнинг Пойнтер От Лаки Крафт 98 Зипбейтс Хамсин 70 СП Ридж 90 СП Тисминул 110 Легендарный Зонар 90 Орбит 80 90 100 В общем Орбиты Вообще Все Как бы Работают Орбит Без сахара Это Тема Короче На Москва Ну и Мегабас Вижен 110 Классический Вот Наверное Вот с этим Набором Собственно Он у меня Помещается В одну Коробку Здесь Еще Есть Дубли Разных Цветов И Плюс Всегда Ношу С собой Экспериментальную Коробку Вторую Пробую Разные Воблерки Какие-то Выстреливают Это Мой Топ У вас Он может Быть Абсолютно Другой Но По Этим Моделям По Характеру Заглубления Потому Маркировки И по всему Вы можете Подобрать Что-то Аналогичное Но так Если посмотреть Они очень Схожи Вот По Совсем Меличкам Можно Еще Там Ряд Моделей Назвать Например Jungle T-Domino Дайва По Меличкам Shoreline Shiner Дайвовский Тот же Ну Собственно Как-то Так Сейчас Я их Еще Поближе Подсниму Мои Любимые Раскраски Расцветки Хотя Я в особо Цвета Не верю Для меня И кислотные Работают И прозрачные Наверное Больше всего Мне нравятся Аюшки Так называемые Морские И Расцветка Что-то Полосатенькое Там Подокунька Под щучку Наверное Ну Больше мне нравится Наверное Вот как-то так Пробуйте Найдите свой топ И По этому Примеру Можете Поискать Такие же Собрать Что-то другое Самое важное Это Голова и руки А воблер Это лишь Инструмент Так Ну дело к сумеркам Идет Друзья Идет дело к сумеркам Сейчас еще Прокидаю Минут 5-10 Джик Больше поклевок Нет Прям все Как-то Сдулось Получается У меня Три поклевки На джик Один Подвис Сошел Второй Ударил Завернул Хвостик Третий Попался На Нессе Судачок И на Кастмастера Я поймал Головля Такого Наверное На полкило Ну приближенно К полкило Может чуть-чуть Поменьше Но все равно Немножко Подмораживает Но не так сильно Как было Днями ранее Потому что Тут днями ранее До минус 13 Подмораживало Сейчас Вроде все Мороз Окончательно Отступил И в ближайшие Дни Начнется Ну не поводок А обильное Таяние снегов Всех этих Я думаю Что вода Начнет подниматься Уже Водохранилище Реки Ну наша Москва Ика По крайней мере Готова Уровень воды Очень низкий Готово К обилию воды Чтобы ее Поднимать Потому что Буквально Через несколько дней Плюс 6 Плюс 7 И днем и ночью И ситуация Может измениться Вот Понятно Что вы Смотрите Это все В апреле Уже Но я просто Говорю Как есть Для статистики Будущей Я очень надеюсь Что удастся Что-то зацепить По темноте Обязательно Остаюсь ловить Потому что Весной Это тоже Такое дело Что Часа 2 После того Как стемнеет Есть большой Резон Остаться Половить На воблеры Рыба Может выйти И поклевать Ну или снять Хотя бы Один Два Хвостика Если На джиг По светлому У меня получилось Это сделать Будет интересно Получится Или на воблеры Да Ну пожалуй Будем Завершать Поклевка Была Просто Отдай палку Это явно Не Судак 100% На маленький Вуглер Который Принципе Один из Немногих Показывающих Стабильные Результаты На Москва Реке Зимой Рыбка Себя Проявила Прямо Сразу С подхода Поэтому Сейчас Поупираюсь С ним Как-то Рыбка Сегодня Мажет Вроде Проснулась Но Мажет Очень Сегодня Прямо Заметно Что Есть Пустые Поклевки Но Рыбка Начинает Приближаться К перекатам Тепло Пошло Она Пока Не на Перекате Но рядом С ним Это Не стоит Забывать Весной Всегда В Москва Реке Вода Теплая Поэтому Здесь Это Происходит Все В марте На других Реках Это Будет Чуть Чуть Попозже Когда Там Вода Прогреется Все От Температуры Зависит Обязательно Проверяйте Входы В перекаты На Каких Тягунах Канавки Именно Там Рыба Будет Выходить Из Ям Природу Не Обманешь Ребят На Каждой Реке Свои Особенности Но Общий Опа Но Это Походу Судачок Потому Что Удар Был Короткий И Одиночный Некрупный Ну Да Первая Поклевка Была Явно Не Его Ключу Фонарик Чтобы Было Видно Да Напильничек Маленький Прикусил Изури 3д Флеткэнг Ребят Один Из Тех Воблеров Который В коробке Зимнего Спиннингиста Наверное Обязан Быть И Аналогов Этому Кренку Особо И Нету Мелко Частотная Игра Подстать Холодной Воде Вот Такой Маленький Друг Конечно Плывет Обратно Домой Давай Не то На что Я рассчитывал Но Я как То Читал Статью Немец Немец Писал Что Перекат Он Собирает Всю Рыбу В Любое Время Года В Принципе Либо Рядом С Ним Ниже Выше Но Она Есть И Поэтому Приходим Ловить Одну Рыбу Но Можем Встретить Кого Угодно И Щуку И Судака И Окуня И Жерих И Головля Поэтому К перекатам Пристальное Внимание Сейчас Прям Работаю По Самому Перекату Рыба Сейчас Наверное В этих Ложбиночках Там Стоит Воблеры Надо Использовать Мелководные Потому Что Заглубление Там 50 Сантиметров Периодически Чиркает По Такой Воде Очень Низкой Вот Но Между Чирканьями Попадают Ложбинки В которых И стоит Рыба Которая В принципе Выходит Охотиться В эти Ложбинки Она Не стесняясь Весной Сейчас Вылазит На Прогретую Воду На Мелководье И поэтому Проверять Мелечки Весной Нужно Обязательно Заглубление Воблера Здесь Играет Очень Большую Роль То есть Нужно Прям Четко Так Чтоб Воблер Периодически Чиркал Дно Прям Вот На грани Фола Скажем Так Будет Сильно Зарываться Плохо Будет Идти Выше Не Чиркая Дно Можно Поймать Только Активную Рыбу А вот Чуть Чуть Подзадевает И вот Это То Что Нам Нужно Поэтому И должны Быть Разные Воблеры Разных Модификаций Разного Заглубления Даже Порой То Что Пишут Воблер Заглублением До Полметра Один По факту Идет 30 Сантиметров Другой 70 Третий 50 То же Самое С воблерами Которые Пишут Глубина До Метра Там То же Самое Один Будет Идти На Вашем Удилище С катушкой Там Со Шнуром Да Будет Ити 80 Сантиметров Другой Метр А Третий Метр Двадцать И Вот Эти Порой Сантиметры Они Очень Сильно Решают На Исходе Рыбалки И Это Наверное Последние Дни Ночных Минусов Которые Обещают Дальше Уже Все Дальше Уже Будет Чисто Плюсовая Погода Наверное Половодие Очень Резко Может Как Принято Называть Мы Поплывем Правильнее Было Бы Поехать Через Два Три Дня Как Потекут Ручьи И Первая Талая Вода Там Окажется В Воде И Рыба Это Все Почувствует И По-любому Зашевелится Как Это Обычно И Бывает Я Поехал Именно Сегодня Когда Просто Ушел Мороз Наконец Таки Можно Комфортно Половить Сейчас Наверное В районе Нуля Ну да Ладно Я думаю Что Сейчас Переключимся На Более Судачьи Места Попробуем Все таки Соблазнить Судачка Фонарик Выключим Луна Так Красиво Светит Конечно Бомбезно Просто Это Вот Это Поклевка Офигеть Лупил Просто Машина Ох Это Судак Вот Это Судак Четверо Весов Собой Нет Ребят Рассказывал Тут Все Запуталось Правда Вот Он Солвер Солвер И Блин Сейчас Я спинник Воткну Ребят Здесь Нас Такой Ребят Поймал Рыбу Ну Как бы Завершение Сезона Плюс Минус Смотрите Какой Смотрите Какой Судачело Ну Я думаю Здесь У меня нет С собой Весов К сожалению Но Я думаю Что в этом Судаке Где-то Наверное Ну Три Три С копейками Наверное Есть Может быть Даже По Четыре Сложно Сказать А еще Он такой Длинный Я его сейчас Со спиннингом Сфоткаю Чтобы Вот так По бланку Потом Померить По сантиметрам Даже рулетки С собой нет Зонар Он Весь Там Скручил А еще Вот такая Машина С такой Офигенной Поклевкой Ребят Вот он Завершение Рыбалки Я конечно Еще по пути К дому Покидаю Но Это та рыба Которую я ждал Как всегда В конце сезона В марте Вот такие судаки Вылазят С ям И клюют Этот взял С большого дерева Провел воблер Он по нему Чиркнул И просто Мощнейшая поклевка Я сразу понял Что на крючке Хорошая рыба Но так как взял На коротке В принципе Достаточно быстро Он Сдался Вот такой вот Насколько это возможно При свете фонаря Спасибо Пойдем его отпускать Это просто Вообще Бомба Вообще Ребят Такая рыбина Конечно же Она должна Жить Это вообще Даже не Возбраняется Мы даже Намочим Руки Все Вообще Все что только Можно Сейчас мы На свежую водичку Не мутил Тут Ну что Давай Друган Вот он Смотрите Вальяжника Вот вальяжника Вальяжника Уходит 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 Спасибо тебе Это монстр Все Уплыл Отлично Фу Прости Что немножко Помучил Но это Было Что То Какая Была Поклевка Это просто Не передать Словами Такое Ударище Вообще Ну воду Скинули Да В канаве Здесь Коряга Лежит И прям Перед Корягой За Корягой Не клюнул А вот Перед Корягой Короче Вбубенил Так что Чуть Палка Не вылетела Из рук Не знаю Насколько Было Видно Там Все Это Вываживание В общем Рыбу Отпустил После небольшой Фотосессии На улице Тепло Ничего с ним Не сделается Глубина Небольшая Рыба Уплыла Обратно Домой Ху Ну это Конечно Я теперь даже Не знаю Как дальше Ловить В принципе Особого Интереса Ловить У меня Уже Нет Потому что То что Хотел Я поймал Это Есть Ничего Си Ну это Маленькие Ребят это маленький оттуда же до вон и пил доски на пил доски после такого судака кажется что-то с чем-то вообще ни с чем нам но опять вот жадная хватка наверно выход судака время уже ближе к 9 вечером такой малыш плыви домой вот такой прозрачный зона 90 давно у меня в коробке много раз я его спасал поводок струна никакого флюра потому что щука ночью тоже не дремлет из-за так соло и все не ударе есть так вот сопротивляется ну все правильно всем стемнело час подождали и пожалуйста такой кстати первый раз прикусил не сильно вот такой кстати за килограммчик парнишка за килограммчик да наверно такой полторашечка будет схемы есть не будем весна поэтому мы будем вот так вот давай ух как уплыл то друзья но заканчивать рыбалку я очень люблю ловить когда клюет но есть момент насыщение ну то есть ты ищешь ищешь или ждешь ждешь и когда она выходит это ловишь ты ловишь то что ты хотел и в принципе на этом надо останавливаться многие у нас не могут остановиться особенно те кто рыбу забирают если клюет они будут ловить куканить паковать ну постоянно я уже не знаю я даже по ходу движения домой я понимаю что вышел судак он клюет можно наверно остаться еще что-то подловить поэкспериментировать но у меня вот этот момент насыщения он наверно прошел закончился я наверно буду сейчас собираться я уже просто вам два раза пишу финальный у такой синхрон с gopro по темноте да и два раза клюет судак до восьми часов вечера ну было просто ничего то есть была прям такая пауза где-то наверное с пол седьмого до восьми вообще не поклевки сейчас прям рыба начала клевать я даже не знаю до с каких она будет продолжать клевать надеюсь что наверно на этом надо заканчивать сегодня со мной был комплект комплект zx solver 762 мл 417 да его lexa новая двадцать четвертого года компакт 4000 ник плетеный шнур с онлайн п е еге у лт 08 п е ну и соответственно разнообразные приманки небольшой легкий джик 46 грамм и воблеры мину я думаю что вот все с этой точки я снял последнюю рыбу и буду я наверное закругляться даже больше нигде не буду бросать сегодня получилась рыбалка просто офигенная спасибо речке спасибо вам за просмотр спасибо